МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-нибудь делала шоколадные конфеты дома? Сама? Нет? А ты знаешь, это очень просто. Это правда просто. Мы с тобой сейчас сделаем не просто шоколадные конфеты, а трюфеля. Возьмем кастрюльку, делаем водяную баню. Для того, чтобы растопить правильно шоколад, без всяких, знаешь, потерь для шоколада, для того, чтобы он растопился быстро. И даже у таких чайников, которые никогда не топили шоколад, чтобы все получилось, для этого делается водяная баня, ну и выливается горячая вода в кастрюлю, которая побольше, и в ковшик, который поменьше, отправляется шоколад. Все, больше ничего не нужно делать. И даже важно, чтобы ничего не делать, потому что если, например, этому шоколаду помешать железной ложкой, помешать шоколад и помешать ему, то это будет просто у тебя, к сожалению, плачевный результат. Шоколад свернется, конфеты не получатся. 250 грамм черного шоколада. Черного при черного. Я очень-очень-очень люблю шоколад, и для меня существует только очень темный шоколад. То есть от 70% и дальше. Ты когда-нибудь пробовала 100% шоколад? Я видела его. Не пробовала? Нет. Ну, если ты не шоколадоголик, то и не пробуй, потому что он на шоколад не похож. Вернее так, он не похож на что-то, что имеет отношение к десертам. Это такая горьковатая, невероятно приятная вещь. Так, шоколад у нас растапливается, мы его не будем трогать, и пока с трюфелями мы делать больше ничего не будем. Пока шоколад растапливается, займемся закуской. На закуску тарт с грибами. Грибы. Вот у меня здесь, смотри, такие вот коричневые шапиньоны, вешенки, но еще мне понадобятся сухие грибы для аромата и для вкуса, потому что это лесные грибы, настоящие. Конечно, сейчас еще рановато для грибов, которые, знаешь, собрали лесные, хорошие, из леса, свежие, но всегда можно купить вот такую вот упаковку высушенных грибов, и они спасают любую ситуацию. И в супчик я обязательно добавляю. Иногда просто, знаешь, я их взбиваю в такую вот совершенную пудру, и никогда не догадаешься, что они там есть. Такую большую горсть возьму. А вкус совершенно, вроде бы суп из шампиньонов, а вкус абсолютно грибной, такой настоящий лесной. Заливаю горячей водой, на несколько минут отставляю в сторону. И эти грибочки разрезаю тоненькими пластами. Вообще, когда мы режем овощи, когда мы режем мясо, вообще при приготовлении пищи на кухне, невероятно важно, какой нож у повара. Я использую, у меня на кухне уже, знаешь, давно-давно поселились прекрасные ножи Самура Мак. Они, во-первых, посмотри, носик не остренький, а закругленный, да, у ножа. То есть ты никогда не порежешься таким вот, знаешь, таким колющим движением. Это очень опасно. Во-вторых, они не требуют заточки, они такие острые, легкие, и ручка очень удобна. И вообще, ты знаешь, я встречала поваров, которые к ножам относятся. Это для них фетиш. Они просто, я помню, я пришла на одну профессиональную кухню, мы там договаривались делать какие-то там, какое-то меню, и повар сказал, Юля, я вам дам свой нож. И это было как почти Юля, я вам отдаю свое сердце. Так, нарезаем грибы довольно тонко. Это, наверное, можно с замороженными сделать, да? Это можно сделать с замороженными. Это можно сделать, ну, вкуснее всего, это получится, конечно, с лесными грибами. С лисичками, например, потрясающе. Если ты берешь лесные грибы, вот, например, лисички, их вообще не обязательно измельчать, резать. Возьми просто мелкие лисички, как следует их почистить, не мой, потому что грибы, они как губка. Если их погрузить в жидкость, то они впитывают всю воду в себя, их мыть нельзя. Их нужно просто тщательно счищать такой щеткой. Да, нужно потратить какое-то время на это, но, поверь мне, результат того стоит. Вот грибы, которые моют в воде, это они только на приготовление супа годятся, больше ни на что. Вот такое довольно большое количество у меня грибов. Тесто, которое в холодильнике. Вот такие пласты, у меня два пласта теста. Чтобы получилось, у меня получится, в принципе, два тарта, потому что, ты знаешь, я не хочу слишком сильно тонко раскатывать тесто. Я прям буквально его вот так вот растягиваю немножко руками. Чем холоднее тесто, тем лучше, тем оно хрустящий и вкуснее получится. И я поэтому, ты знаешь, вынимаю на ночь из морозильника мое тесто и кладу его в холодильник. И тогда оно хорошо оттаивает, знаешь, без таких шокирующих моментов для самого теста, чтобы оно не сразу так встало, в теплую кухню попало. Чуть-чуть все-таки раскатаю, совсем чуть-чуть. Так. Ну вот, видишь, совсем немного увеличила. Выкладываю на противень. И второй так же. Получилось у меня два вот таких прямоугольника. Так, чтобы они были более-менее одинакового размера. Растянула чуть-чуть. Теперь ножом надрезаю бортик, не протыкая, отступая где-то два сантиметра. Вот так вот. И не протыкая тесто, да, не разрезая его до дна, чтобы, потому что в противном случае у тебя просто этот бортик отвалится. Делаю вот такую вот рамку для картины. Эта граница останется нетронутой. Вернее, мы ее смажем желтком, а вот центр мы смажем небольшим количеством горчицы. Это дижонская горчица по чайной ложке в центр каждого пирога. Прекрасно. Как там наш шоколад? Шоколад практически растаял. Что мы сейчас делаем? Мы немножко горячий. Мы прямо к этому шоколаду, прямо сюда, добавляем полстакана сливок. Сливки должны быть очень жирные. 33-35%. Так вот, чтобы не испачкать. Оп-ля. Добавили сливки. То есть это около 85 миллилитров сливок. Мне понадобилось сюда. Я их вмешиваю и возвращаю эту красоту на водяную баню. Опять, посмотри, шоколад загустевать начинает от сливок. Сейчас. Так вот, продолжаю вымешивать. Видишь, какая красивая гладкая масса у нас получается. Ну вот, собственно говоря. А теперь мы сюда добавляем виски. Тоже 85 миллилитров. И опять, это трюфеля для взрослых, такие у нас получаются с тобой. Опять все как следует, как следует вымешиваем. Ну вот, водяная баня нам уже не нужна. Все, что нам осталось сделать, соединить это как следует до однородного состояния. То есть правильно вымешать, перемешать. Мешай до тех пор, пока не увидишь, что шоколад стал гладким и блестящим. Видишь? Вот он прямо на глазах просто меняет свою структуру, фактуру. Становится невероятно красивым. Собственно говоря, конкреты практически готовы. Знаешь, что мы дальше делаем? Дальше мы берем миску, например, такую. Выкладываем всю эту красоту в миску. Берем ложку и начинаем есть. Как в детстве. Так. Еще раз все как следует соединим. Вместо виски можно использовать ром, можно использовать коньяк. Иногда делают шампанским трюфеля. Но можно, конечно, обойтись вообще без алкоголя. И тогда это будут конфетки, которые детям тоже можно есть. Теперь мы эту красоту отправляем на пару часов, не меньше, в холодильник. Можно даже это сделать с вечера, а конфетки уже налепить с утра. Так, продолжаем приготовление нашего тарта. После того, как мы намазали горчицы, мне даже жалко разрушать вот эту вот живопись такую постмодернистскую. Так, и выкладываем наши грибочки сверху одним слоем, небольшим сначала. Слушай, это очень красиво, правда? Да. Просто... Теперь берем наши грибы, которые мы замочили. Отжимаем. Между прочим, этот бульон я никогда не выливаю. Его нужно процедить. И потом с ним, ой, гречку сварить. Или в ризотто добавить. Отжали. Порубили их помельче. О, как сушеные грибы пахнут. Представляешь, ты даже вот чувствуешь, мы еще с ними ничего не делали, а аромат уже есть. Поэтому это правда настоящее спасение. Прямо вот не вкус, а даже аромат, да, как это важно. Теперь присыпаем вот эту ароматную часть сверху. Теперь один помидор, буквально вот такой небольшой, нарезаю ломтиками, такими круглыми. И еще один, естественно, второй. Теперь еще немножечко грибов сверху. Здесь у меня сухари, то есть просто обыкновенные, просто сухарики, которые у меня вчерашний хлеб был, я взбила в крошку и смешала с натертым пармезаном. Я вот это все присыпаю. Красоту. Естественно, нужно добавить немножко оливкового масла, буквально по вот так небольшому количеству. Где-то пол столовой ложки на каждый тарт. Вот так вот капельки. Сверху соль, перец. Но это еще не все. Вот здесь у меня пармезан. На терке натереть немножко пармезана. Буквально совсем чуть-чуть, но вот борточка, чтобы была. Вот так вот. Присыпаю пармезаном. Посмотри, как это роскошно. Мне кажется, что это просто фантастически. Что осталось сделать? Нам с тобой осталось правильно оформить рамку нашей картины. То есть сделать бортик, который нужно смазать обязательно яйцом, если мы его смажем яйцом, а еще лучше даже желтком. Отделяю желток от белка. Понадобится только желток и немножко вот как раз у меня сливки. Чуть-чуть сливок. Можно молочком, можно сливки. Что угодно. Разболтали. Кисточкой. Прям последний штрих, как говорят художники. Все. Духовка разогрета до 190 градусов. Выпекается это чудо минут 25-30. Очень удобно, что в духовке Бош есть такая программа, как горячий воздух. При горячем воздухе слоеное тесто выпекается просто идеально, фантастически. Вообще не каждая духовка обладает такой функцией. Мне повезло, что в моей есть. Так, и нам осталось пожарить печень. Печень говяжья. К сожалению, ты знаешь, очень хотелось мне угостить тебя телячьей печенью. Потому что рецепт такой итальянский. Итальянцы, как правило, готовят печень телячью. Но на наших рынках телячью печень не так-то просто найти, купить. Но вот нашла очень хорошую, свежую. Прямо сегодня утром я сделала, с утра пораньше. Дальше говяжья печень вымыла, высушила, естественно. Так, и разделываем ее вот на такой пластиковой доске. Это у меня сметана для того, чтобы приготовить соус. Но для начала берем тяжелую большую сковородку. Вот такую вот, потяжелее. Знаешь, чтобы она прямо так тяжело было в руке держать. Потому что чем тяжелее сковорода, тем лучше на ней все жарится. Добавляем на эту сковороду столовую ложку оливкового масла. И столовую ложку сливочного масла. Пока масло растапливается, нарезаем нашу печень. Печень режем такими ломтиками. Знаешь, вот, например, вот этот кусочек прямо так оставляем. А остальную нарезаем вот такими довольно большими толстенькими ломтиками. Тогда она внутри получится сочная и не сухая. Практически, знаешь, такие получаются у нас в стейке из печени. Есть много рецептов приготовления печени. Ее вымачивают в молоке, чтобы она была нежнее. Мне кажется, что самое главное, когда готовишь печень, вот мне бабушка говорила, то есть еще это такая совершенно, ну, не новые какие-то открытия, ее главное не пережарить. Вот если печень у тебя пожарена грамотно, то есть она, конечно, должна быть абсолютно проготовлена, естественно, но вот не передержать, вот поймать этот момент, то все будет хорошо. Она у тебя будет нежная, мягкая и очень вкусная. Печень полезный продукт, потому что печень вообще чемпион по содержанию железа. И очень рекомендуется людям, у которых там проблемы с гемоглобином. Масло зовет нас такими прекрасными шипящими звуками. Чуть-чуть убавить огонь. И обжариваем нашу печень. С каждой стороны по 2-3 минуты. Я готовлю вот такую, видишь, это жароупорная такая форма, которую можно вообще поставить в принципе в духовку. Она должна быть теплая, такая теплая, для того, чтобы печень просто не остыла. И вот когда я, после того, как я ее обжарю, смотри, какая она красивая и золотистая получается, я ее складываю в такую форму, и пока буду делать соус, она у меня будет теплая. Можно затянуть фольгой, а можно поставить в очень-очень слабо разогретую духовку, ну там буквально, чтобы там было градусов 40, да, когда духовку вот, например, ты выключила, после того, как что-то испеклось. Например, наши тарты, как они, кстати, пожевают, надо посмотреть на них. Золотятся. Золотятся? Ну, грибы же достаточно быстро готовятся, правильно? Конечно. Главное, чтобы тесто, да, тоже. Вкусы соединились. Собственно говоря, для этого нам и нужен жар в духовке. Красивая, то есть такая еще корочка получается у него. Конечно, да. Ты знаешь, иногда печень обваливают в муке, иногда делают, да, вот такой вот, чуть ли не панировочных сухарях. Это тоже очень вкусно, но мне кажется, что вот нежнее она получается, когда муки нет. Причем я в соус тоже муку не добавляю. И аромат жареной печени тоже ни с чем не спутаешь. Да. Это вот правда. Это печень из тех продуктов, которые либо человек любит, обожает, либо может даже на дух не выносить. Ну, что поделаешь. Я, например, очень люблю. И потом это такая простая еда, понимаешь? То есть, в принципе, мне кажется, что вот такие субпродукты, да, печень, я не знаю, куриные печенки, желудки. У нас дома, в Новочеркасске, где я родилась, потрясающе готовят требуху. Ну, это просто что-то. А мама еще когда-то делала вымя фантастически. Я понимаю, что это звучит странно для большинства людей, но это на самом деле, это секреты приготовления для того, чтобы там избавиться от специфического запаха и так далее. Там очень много специй добавляется. Но получается результат. Если не сказать, что это такое, то это с ума сойти. А я вот недавно разговаривала с Евгением Гришковцом, и он мне рассказал, хотя я прожила два года в Грузии, я не помню, я не ела такого блюда. Кстати, надо еще раз спросить у него, как он называется. Это блюдо, которое делается из желудка. Суп на основе желудка. Желудок разваривается так, что он получается как лапша. Он говорит, что остановиться невозможно, что это вкусно безумно. То есть вот я думаю, что это, конечно, должен быть такой, ну вот к этому должен быть аппетит к такого рода еде. Выкладываю печень, та, которая уже обжарилась, вот как раз в эту форму. Ну, давай посмотрим. О-о-о! Что ж ты молчишь? Они не просто готовы, они прекрасны. Боже, это чудо! Картина удалась! В прямом смысле картина маслом. Так, вынимаем. Вот как я тебе уже сказала, я буду добавлять сюда чуть-чуть свежей травки, свежего тимьяна. Тимьян прекрасно сочетается и с сыром, и с грибами, и с помидорами, и вообще с хорошим настроением. Очень я люблю тимьян. Самый момент, когда она горячая, но она уже не станет такая жесткая от соли. Вот сейчас мы посолим, поперчим. Так, а здесь мы готовим с тобой соус. Добавляем сюда, во-первых, вино. Я использую массандру, то есть вино должно быть такое сладкое, с интересным вкусом. 150 мл вина. Использовать можно куриный. В общем, мясной бульон лучше, чем овощной. В данном случае это абсолютно точно, это факт. И на сильном огне тоже даем бульону как следует увариться. Пусть он выкипает. Шалфей. Вообще, ты знаешь, итальянцы очень любят печень с шалфеем. Они вообще шалфей любят к мясу добавлять. Даже когда фаршируют цыпленка, могут с шалфеем. То есть вообще для них шалфей, я знаю, что в нашей культуре кулинарной довольно долго шалфей вообще не признавался и считалось, ну, хозяйки я имею в виду такие, да, непрофессиональные повара, естественно. А считалось, что шалфей годится только для того, чтобы рот полоскать и от зубной боли избавляться. Но это заблуждение, мне кажется, его нужно разрушать, такие вот, знаешь, культурные заблуждения, потому что шалфей прекрасная травка, она сама по себе и в пасту ее добавить, в соус какой-нибудь вот сейчас к мясу. И вообще, ты знаешь, листики шалфея зажаренные так, как, похоже, да, как темпура, как вот такие вот, ну, в кляре, по-нашему говоря, да, но только в легком, естественно, кляре. Это шедевр. Это просто действительно очень-очень вкусно. Соус, который в половину уварился, он должен выкипеть ровно наполовину. Вот, видишь? Уменьшаем огонь и добавляем сюда 150 грамм сметаны. Сметану, естественно, растворяем, размешиваем. Сметану желательно найти такую, которая послаще. С такими соусами главное терпение, главное разрешить ему позволить выпариться, понимая, чтобы он уварился, и тогда все прекрасно получится. Ну вот, а теперь наверняка ты догадалась, что мы возвращаем печень в нашу сковородку, для того, чтобы она теперь в данном случае пропиталась этим соусом. Если какой-то кусочек не до конца доготовился, то сейчас он доготовится абсолютно. Прогреваю все это вместе. Эти соки очень нам важны. Прогреваю буквально минутки 3, может быть, ну максимум 5. Присыпаю шалфеем. И, можно сказать, основное блюдо у нас с тобой готово. Осталось быстренько накатать конфеток. Ну вот, у нас очень хорошо застыл наш шоколад. Теперь мы берем какао побольше. Присыпаем вот так вот через сито какао на какую-то поверхность. Ну, на белой-то все просто видно лучше, красивее смотрится. Так. Теперь, например, какая-нибудь чайная ложка. Если есть такая вот маленькая, вот для мороженого, например, можно использовать ложку. Ну, или вот такая чайная. Сейчас посмотрим, что у нас лучше получится. И вот из этой массы мы с тобой должны сделать шарики. И потом обвалять их в какао. Вот и все. А ты никогда конфет дома не делала. Почему? Непонятно совершенно. Вообще, правда? И вот эта вот консистенция мягкого трюфеля по-настоящему. Это такой должен быть. Видишь, можно сделать их идеальными, кругленькими, да? Можно их сделать в такой неправильной форме. Можно даже, смотри, как сделать. Можно сделать такой формы классической. Когда мы их делаем вот такими кругленькими, а потом вот так их собираем кверху чуть-чуть, да? Чтобы получился вот такой вот с вытянутым носиком. Да? Красота? В общем, здесь творчество. А сколько вкусов. Потом хранить их нужно всегда в холодильнике. Они остаются мягкими внутри. Долго они не остаются. Вот, собственно говоря, и все. Сколько времени мы потратим на приготовление этих конфет? Ну, просто скажи, ну, я не знаю, 10 минут максимум? Да нет, никаких 10 минут. Никаких не мы потратили 10 минут. Это же не мы топили шоколад, он же сам топился, правильно? Угощайся. Ах, спасибо. Это божественно, правда? Да. Ну вот, я знала, что тебе понравится. И на самом деле, конечно, можно их сделать молочными трюфелями, конечно, можно сделать из белого шоколада трюфель. Более того, слушай, вот если скатать такие шарики, а потом растопить белый шоколад, их можно обвалять в белом шоколаде, будет такие, ну, знаешь, в оболочке беленькой. Или наоборот, сделать из белого шоколада, потом в черном шоколаде обвалять. Или просто обвалять в какао, тоже будет очень здорово. Будет белое с черным. Ну что, наш сегодняшний день начался прекрасно, я считаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok